Друзья, всем привет! Это Арина Витиларова. В этом выпуске мы продолжаем нашу горячую, больную тему о работе в Великобритании. Я выпустила два выпуска, под которыми я получила очень много интересных, классных комментариев. Под первым роликом я отвечала на ваши комментарии в письменном виде, персонально. Под вторым я практически не появлялась, потому что мне пришла идея ответить вам в видеоформате. Таким образом, ответы будут направлены не на конкретного человека, потому что я думаю, что в устной форме можно раскрыть больше своих мыслей, дать ответ более широко, и кому-то это тоже будет интересно послушать. Не все читают комментарии других зрителей. Хотя есть те, кто проматывает все. Поэтому давайте мы с вами попробуем такой формат, и если он нам зайдет, то мы будем такой практиковать. Я надеюсь, вы не подумали, что я вас проигнорировала, и, во-первых, видео, когда я снова после большой паузы появилась на ютубе, что только чуть-чуть вам там с вами поактивничала и легла на дно. Нет-нет-нет-нет. На все комментарии все будет отмечено. Спаунно! Так, у меня в руках телефон, в котором открыт мой выпуск. Второй, где говорила о проблемах, с которыми я столкнулась на работе. И давайте попробуем так с вами побеседовать. Мне кажется, должно быть интересно. Мне бы не подошла такая корпоративная культура выбивать отпуск, разбираться зарплатой. Друзья, мне такое тоже не подходит. Я думаю, это никому бы не подошло. Но, опять же, не все с этими проблемами сталкиваются. Да, у кого-то работа идет гладенько. При этом, когда мы устраиваемся на новое место, мы же не знаем, какие тараканы в этом доме ползают. Не так ли? И так как это все было постепенно, ты не можешь принять решение, что все, я ухожу на другую работу. Во-первых, не нужно найти, нужно на этой силы найти, а хочется какой-то стабильности. Но, как я говорила в предыдущих видео, что это, конечно, моя не последняя работа, и я обязательно куда-нибудь ножки свои сделаю, не знаю, по этой же специальности, либо по какой-то другой. В общем, будем смотреть варианты. Степ-бай-степ. У меня задача в клаве очень много параллельной, поэтому на все мне не разорваться. Слава Богу, что хотя бы к вам стало снова выходить в эфир. Люблю вас. Следующий комментарий. У меня тоже была проблема на работе, но немного другая. В России. Интересненько про Россию послушать. Заметил, что далеко не все частные организации оформляют сотрудников официально. Однажды я устроилась в таком и работала, можно сказать, на добром слове. Выплатили не всю зарплату, но выбить остаток уже не смогла, потому что там нички слилось. Больше работать так не буду, только строго по трудовому договору. А то людям доверяешь, а они потом ноги вытирают. Друзья, что я тут могу сказать? Мы все умнеем, когда на своем опыте, на своих ошибках что-то новое узнаем. И я не была в подобной ситуации, но мне бы никогда и в голову не пришло устроиться неофициально. Потому что есть еще неудачный опыт других людей. Достаточно таких случаев наслушаться, начитаться. И думать, о, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Помните, я говорила в других выпусках, что есть, вот, например, в Англии организация, которая помогает бороться с работодателем. Не все люди знают и пользуются этой возможностью. Но это когда ты официально устроен, а когда неофициально. Не знаю, не знаю. Слава Богу. Я надеюсь, что вы не такую большую сумму потеряли, что ваш опыт стоил не бешеных сумм. Ирина, вы молодец, что отстояли себя. Деньги счет любят. Да, согласна, что деньги счет любят. Спасибо за похвалу. Но знаете, я тут себя бы и не стала дохваливать. Знаете, почему? Как я говорила, невыплаченную сумму мне потом приплюсовали к зарплате за другой месяц. И в итоге за что? Я заплатила налоги. Окей, я добилась того, чтобы организация эти деньги начислила. Но я же осталась в минусе. Там на 200 с чем-то фунтов. Это два рабочих дня по 12 часов. Я что, за бесплатную туда ходила? Нет. И потом, когда уже время прошло, мои эмоции чуть-чуть улеглись. Я более трезво вот обо всем этом подумала. В будущем, в любой непонятной странной ситуации на работе, я буду сразу бить тревогу. Если надо обращаться в сети, я буду подходить на работе не только к одному человеку, вот как я с этой бухгалтершей там восковаюсь, а сразу к менеджеру. И потом, через несколько месяцев у меня дошла информация в башке. У нас же есть еще люди, которые занимаются какими-то проблемами в организации. Есть почта, имейл, да, куда мы можем написать какие-то свои претензии, мысли, дать обратную связь. То есть, по факту, я могла без пены у рта писать такие письма и требовать так, чтобы они мне выплатили эти деньги еще и без вычета. Ну вот, я такой получила опыт за такую сумму, но теперь я стала умнее. Надеюсь, что и вы тоже себе берете на заметку. Какого хрена я эти налоги заплатила? Ну хорошо, они с моего аккаунта, да, зачисленного государства, ширинка, ведь Силару там платят, но я их на руках ожидала увидеть. Спасибо за полезное видео. Я рада для вас стараться, друзья. Спасибо за ваши комментарии. Я тоже как-то ходила выяснять, но брала супервайзера. Повезло, что в моей компании хорошее отношение к сотрудникам. Тут классно, что хорошее отношение. И здорово, что вы нашли, к кому можно обратиться за поддержкой. Привет! Перешла, походу, ты где-то ей дорогу, бухгалтерша своей. Но ты молодец, что ее все-таки поборола и добилась своего. Правильно. Деньги-то твои, пусть и платят. Ты же не для красоты туда приходила. Хотя ты можешь, ты же такая красавица. Спасибо большое за комплименты. В очередной раз за похвалу. Да, у меня именно с этой бухгалтером что-то не сложилось. И когда ее вижу, теперь я вообще страной. Я похожу на мой господи. Надеюсь, что больше никаких подобных ситуаций не будет. И я буду без нее решать вопросы. Кстати, вот по поводу униформы я говорила. Да, что мне выдали ее только в июне, когда я начала работать, в декабре. Полгода. И я же тоже с бухгалтершей над темой разговаривала. Так вот, мне выдали размер 8, который мне не совсем подошел. И я у нее спросила, я говорю, а побольше размерчик есть? А она говорит, нет. Вот то, что заказали, то и носи. Это там, блин, классно. Если бы они, знаете, давали примерять какой-то образец до того, как ты заказываешь. А то как кота в мешке. И ты не знаешь, подойдет тебе это или нет. Но когда я с ней говорила про размеры, я говорю, я ношу 8. Она говорит, ну да, ты худенькая, тебе 8 подойдет. В августе. Я поняла, что нет, я не могу работать в этой униформе. Я постоянно ее дергала, что у меня шею сдавливало, потому что шов воротника был выше. Прямо на шее. Я говорю, можно мне заказать другого размера? Она говорит, нет. Я думаю, блин, я с этой теткой вообще не договорюсь. А еще такое неудачное, что я немножко спину себе раскачала с плечами и веса набрала. Прямо совсем стало некомфортно. А я начала молнию растягивать тут. Но прикрывать это прикрепляю сюда бэдж. Не в стране куда, а прямо посередине. Мне пара коллег мужчин сказали, Ира, ты молнию забыла у себя на груди застегнуть. Я говорю, я знаю, это сделано специально, потому что я не могу плечи расправить. Тут мне все жмет. Все, после таких комментариев я пошла к другой тетеньке и говорю, видите, приходится униформу носить так. Ваша бухгалтер сказала, что проблему не решить. На следующую смену я получаю униформу размером больше. Ну вот как так? Точно только с бухгалтершей у меня что-то не сложилось. И, кстати, мне даже дали два комплекта, тогда как бухгалтер сказала, что так как я работаю партой, мне положен только один. А-а-а! Тут-то я и наварилась. Так, дальше. Ирина, у меня такая же фигня была, и поверьте, вы все равно платили налог, если работаете парт-тайм. Друзья, я свои поислипы сохраняю, и я вижу, когда я платила там 250 фунтов налогов, или вообще у меня стоит ноль. Первые месяцы у меня ноль, ноль, потом вот эти через три месяца, по-моему, да, начинают уже пенсионные отчисления делать. Например, в один месяц пенсионных отчислений было больше, чем из меня вычли. Я не понимаю, как вообще эта бухгалтерия в Великобритании работает. Ты не можешь четко в своей зарплате просчитать, сколько из тебя об этом учитаться каждый месяц, если у тебя немножко прыгает общая сумма. И вообще у нас налогом необлагаемая сумма это 1048 фунтов. Если я буду работать только часы по контракту, я буду получать 800 там с чем-то, ну, допустим, 850 фунтов. С чего там налог-то снимать? 9 смен, это тоже, вот я просто по контракту, это как 8 смен, если 9 смен, то там тоже меньше 1000 фунтов. У меня там везде зиру стояло. На своей первой работе в России мне приходилось выбивать правильную надбавку за ИО. Я не совсем понимаю, что это за аббревиатура ИО. И другим помогало проверить, посчитать премии, потому что наш экономист всех намеренно обсчитывала. Никогда заранее не знала, когда в отпуск отпустят. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Да, это очень неприятно, когда мы все-таки с вами ходим на работу, чтобы выполнить свою роль, свою задачу, получить за это деньги, а не затрачивать еще какую-то свою эмоциональную энергию. И я только с этой работой уйду, потом буду вспоминать, наверное, с истерическим смехом и вздрагивать иногда. Да, уж не повезло вам с таким работодателем, но я вот удивлена, что вы как будто немного в розовых очках, надеясь, что все люди должны быть честными и открытыми. Но так ведь не бывает, к сожалению. А иногда так неприятно общаются в расчете на то, что вы не будете им возражать, и авось прокатит. Ну да. Но тут надо грамотно и корректно построить свою речь. И в привычных шаблонах, чтобы дать понять, что вы знаете свои права и будете себя защищать, а не просто ходить и удивляться. Как же так? Тут я с вами не соглашусь. Ну, значит, в розовых очках знаний, опыта не хватало. Все, теперь я буду вести себя по-другому. В случае, что в этой же компании или в другой, я больше себя так в обиду не дам. Я буду стучаться во все двери, по всем инстанциям. И обязательно писать письма в их отделы, где занимаются какими-то жалобными проблемами. Может, это какая-то проверка. Типа проверка, насколько я умная. Зачем вообще эта проверка? Я же работаю нормально. Я заметила, такое часто бывает в Европе, например, с нашими. Они же считают себя выше, а вы вот все понаехавшие. Так что вот, да, понаехавшие есть такое. Британцы же никогда тебе в лицо не покажут, но только это какие-то частные, единичные случаи. А также у них манера-то polite. Ну, как я говорила, бухгалтер со мной не всегда была polite, и я была в шоке. Первый раз в 6,5 лет такое увидел. У меня был шок. Он стал блядь после этого. Как это? Вы работаете в частном или государственном учреждении? Там пациенты лежат бесплатно или за счет родственников? Я работаю в частной организации. Там нет пациентов. Это просто резиденты. Резидент – человек, живущий в конкретном месте. Пациенты, они и в больницах, в госпиталях, еще где-то пациентов нет. Несмотря на то, что у нас есть нерсы, мы весь персонал, который... Как вот можно, какой фразой сказать, описать? Что мы поддерживаем жизнь людей, что как будто бы вот она такая у них... Например, у него там кожа цвет поменялся, но не синяки, а покраснения. Отправили, ну, проверили, оказался перелом. И, конечно, люди там не за бесплатно проживают. За кого-то платит семья. У кого-то, возможно... Допустим, нету семьи, да? Там человека забирают жилье, и в обмен на это государство оплачивает ему это содержание. Есть люди, у которых вообще ничего нет. К ним никто не приходит, их никто не навещает, они одиноки. Я не знаю, для них цена разная или нет. Проживать там, вот таким присмотром и уходом. Мне кажется, цены там космические. Вот я на эту тему пыталась размышлять. Сколько затрачивается, да, это же содержание самого дома. Персонал офисный, персонал, который работает. Дневные и ночные смены. Сколько всяких материалов затрачивается. Кухня, еда, лаундри. Невероятное, колоссальное количество dry, wet vibes. Ну, этих мокрых... Как по-русски, да? Ну, этих мокрых платочков, сухих, подгузников. Потом вот этих... Как по-нашему, наверное, как пелёнки, которые впитывают, да? Если, например, подгузник протёк. Этого столько уходит. Мамма ми! Это же всё денег стоит. Понятно, что они закупают это не по розничной цене в обычном магазине. Но всё-таки у нас есть помещение, склад, где всё это лежит. Ты видишь, с какими темпами это всё расходуется. Колоссально. А, ещё же, обслуживание нюрсов, лекарства, соцработники, да, которые приходят их проверять. Всё очень интересно быть соцработником. Такая вообще работа лёгкая. Если не интересовались такой темой, и любопытно узнать, просто почитайте, что они делают. Физически она такая лёгенькая. Просто нужно куда-то ходить, мониторить документы, состояние человека, общаться с ним. Но наши в основном не разговаривают. То есть у нас вот на той неделе дядька пришёл. Это потому, что он первый раз. И он подходит к резиденту и спрашивает нас. Он говорит, он будет давать какой-то респонд, ответ. Мы такие, ну-у-у. Так, ну понятно. Да вообще работа не били жачего. Работал на не очень любимой работе. Пять лет в России. Но на четвёртый год все 12 месяцев получал зарплату на одну тысячу меньше. Женский коллектив не верил. В кубочках мы медики. Зато у водителей данной организации поспрашивают. Так вот они тоже сказали, что да, получали на один косарь меньше. Работа была не очень тяжёлая. И как-то это я пропустил мимо. В общем, на мне работодатель сэкономил денег. Тогда был молод, было 28 лет. Сейчас такое не пропущу, да, друзья? Мы же на работе, приходя на работу, обмениваем. Один из самых своих ценных ресурсов в этой жизни – это время. У нас ценное – это что, здоровье и время? И вот так вот думать – а, ну ладно, что там тысяча. А, окей, 12 месяцев. Я бы уже тревогу забила и сирены включила. И меня удивляет, что в коллективе были такие же обделённые люди. И что вы коллективно не потребовали возмещения и компенсации. Давайте, вы больше так не делайте. Возвращайся ты уже к нам. Европа подыхает, цены растут. Ну или на крайняк в Таиланд перебирайся. Там хоть платят и жить будешь в район. Интересный совет. Европа подыхает, цены растут. А в России цены не выросли? Друзья, напишите-ка мне в комментариях. В Таиланд перебирайся. Чтобы куда-то перебраться, нужен какой-то план. Я же не могу собрать чемодан и просто так приехать, поставить их на песок у пляжа, глядя на море. И сказать, ну всё, теперь я сказочно и красочно заживу. Ну так не работает. Я же тоже, например, когда полгода жила на Шри-Ланке, могла бы что-нибудь там намутить. Да, и я делала пару попыток, ну там, блин, как бы денег заработать. Там же нельзя работать без разрешения. А в Таиланде шоу можно, Фоли? Чтобы переезжать, нужны деньги. Нужно чётко понимать, где ты будешь жить, сколько ты будешь зарабатывать, а не сидеть без денег и выбираться, страдать и ныть. Там, да, сказано, там хоть платят. А кто там платит? Так, вы мне конкретно, пожалуйста. Напишите, можете личное сообщение рассказать. Ира, вот есть такая возможность. Если ты приедешь, тебя устраивают на работу, у тебя будет зарплата, и жить ты будешь в раю. Я не против жить в тёплой стране. Под этим видео я на все комментарии ваши ответила. Не забудьте в обратной связи сказать, понравился ли вам такой формат. Можно даже и по первым видео заглянуть, посмотреть, что там было интересного. Я глубоко тронута вашей деятельностью. Вы очень сильная. Всем большое. Знаете, есть люди, кто ровно относится к такой работе. Есть же такие. Или кому нравится. Для этого, я думаю, им не нужно быть сильными. А для тех, кто там не на своем месте, то, конечно, ты затрачиваешь уйму, силы, энергии, эмоции. И да, хотела бы это чем-то восполнять. Конечно же, не проблемами на работе. Господи, я работала в таком доме. Это был ужас и кошмар. Я постоянно ревела после работы, когда шла домой. И да, я тоже получала удар от одного резидента по голове. Меня хватило на 9 месяцев. В один день я просто не вышла на работу. Я устала морально, и мне было страшно уже продолжать там работать. Я вас очень, Ирина, понимаю и сочувствую. Это очень тяжелый труд и низкооплачиваемый. Это просто жесть, а не работа. В некоторых ситуациях с некоторыми людьми, с кем ты работаешь. Да, действительно, это так. Поэтому, как я говорила, нужно искать, если работать в этой сфере, то достойные компании, достойные места. Лучше, конечно, если бы тебе кто-то что-то порекомендовал. О, да. Вот, кстати, я вам еще тоже не рассказала прикол, какой у меня был. Это должно было войти в выпуск про проблемы на работе. Когда был очередной банк holiday, я сделала запрос, что хочу выйти в этот день. И, естественно, я ожидаю, что я буду работать как health care assistant. Что вы думаете, когда я открываю свою электронную руту? Я там вижу, что я работаю в отделе house keeping. И не 12 часов, а 8. Я так репу кучесала, думала, блин, отстой какой-то. И я подошла к менеджеру, говорю, вы там поменяйте что-нибудь, чтобы я на своем этаже работала. Она говорит, мы уже полностью набрали, и не можем ничего поменять. Ну, если вдруг там кто-нибудь отвалится, то окей, будем иметь в виду. Ничего не поменялось. Что мне оставалось делать? Развести руками и пойти попробовать поработать housekeeping. В housekeeping. Он включает уборку, стирку, размозку вещи, иглажку и уборку. И там девчонки постоянно меняются, у них идет ротация, добывают они целый день, только уборку делают, иногда частичную уборку, потом лаунд, и друг друга. Меня отправили убирать один этаж. Дали сколько там, пять листов, чек-листов. Я фонарела, и я подумала, ой, нет, я больше так не хочу, не буду, мне не понравилось, мне не понравилось, потому что я не общалась с толком. Мне нужно разговаривать, я не хочу по-английски прокачивать. и через месяц опять в банк холидей меня ставят хаускиппинг. Но тут я успела урегулировать этот вопрос. Возможно, они меня поставили второй раз, потому что я им после первого опыта не дала обратную связь. Я им не сказала, что мне не понравилось, ей не надо так больше делать со мной. Я говорю, мне не понравилось, спасибо за то, что я получила этот опыт. Я, в принципе, порадовала за себя, что я и в этой шкуре побывала. То есть я имею представление с другой стороны, как это все происходит, и больше понимаю девочек из этого отдела. Мне кажется, они должны спрашивать тебя, если просто по-человечески общаться с людьми и сказать, Ирина, вот у нас есть уборка в этот день, должность в хаускиппинг. Хочешь поработать, мы тебя туда поставим. Нет, не хочу, я хочу 12 часов поработать в банк-то холидый и получить в два раза больше денежек. Но если я пришла на работу, то я 12 часов работаю, мне не надо эти по 8. А еще, знаете, какой стресс? Ой, наверное, уже я вас завалила всякими там рассказами или рассказать разыгнула. Вспоминаю, когда я первый раз попала в госпиталь с резидентом. Это как раз один из тех, который у нас один-один, с которым нужно быть 24 часа рядом. И это у нас был новый дядька, которого я еще не видела. И, соответственно, я не знаю его реакции, поведения. И когда я с утра была на работе, мы начинаем в 8, в 9 утра приходит Нюрс и говорит, ребята, решайте, кто из вас сейчас поедет в госпиталь. Если по чесноку, то те, кто уже там был, должны остаться тут, в доме, да, и те, кто не был, ехать. Ладно, девочка, беременяшка, мы даже не думали куда-то отправлять. Осталась и я. Ну, блин, и надо такой опыт получить. Ты же не можешь говорить, ой, не хочу. Ну, конечно, можно выразить какое-нибудь там свое фиинь и желание, но это нечестно будет по отношению к коллегам. Чем я от них отличаюсь? Мы все варимся в одной бучке, в одной кастрюльке. Керхом туда отправлять на такси, но проблем. Кстати, после смены бы Керхом меня бы на такси отправил домой, но я же на велосипеде на работу приехала, соответственно, что мне нужно возвращаться на такси и на работу, и потом велосипед езжай домой, было так обидно. Так вот, с этим дядькой я там офонарела, потому что у него было поведение агрессора в том, что он говорил и то, что он делал, у него полностью выключено было. Как я, опять же, повторюсь, рассказывала, что там писает везде подряд, прикиньте, человек в госпитале, просто на нем это какая-то халат этот одет, естественно, никаких там подгузников. И он ходил там по всему этажу, хотел писать, на меня руками махался, у меня такой стресс был, пендец, потому что я понятия не имею, как этим человеком управлять. Он там такой шорох наводил. И знаете, что было приятно? Весь персонал госпиталя, кто работал в ту смену на том этаже, они мне все помогали. Они на меня смотрели с очень сочувствующим взглядом. Одна из главных медсестричек спросила меня, говорит, ты сколько работаешь с такими? Я говорю, третий месяц пошел. Она такая, крепись, крепись, все будет хорошо. и вечером мы потом с ним в семь, по-моему, поехали обратно. Когда я начала собирать обратно, у него все выключилось, то, что было агрессивным, все его нападки, и он стал покладистым. Так я с ним познакомилась. здесь я считаю не совсем корректным отправлять персонал присматривать за человеком, который вот находится в таком состоянии, если у тебя не было каких-то там нужных тренингов, чтобы знать, что с ним делать. И вообще, если ты не знаешь резидента, ты... мы же со временем там мучим их привычки, повадки, и понимаем, как с ними быть. Но это пиндец, друзья, это такой пиндец. Мне кажется, в тот день я еще больше посидела. Серьезно, потому что страшно к нему было подходить, руками махался, везде этот писюн свой держит, в женскую палату заходит. Я за ним с этим... как называется? Суткой ходила, которые у них одноразовые такие конторы, как картонные, чтобы к писюну подставить. Ой! Со стороны, наверное, там это было таким спектаклем. Жесть. Работа, о которой ты рассказываешь, мне знакома. Моя кузина работает не первый год. Морально работа трудная и не всегда приятная. Некоторые пациенты даже очень, а некоторые прям извращенцы. Как она рассказывала, это что-то с чем-то. И такое есть, да, у нас тоже есть. В каком плане извращенцы? У мужчины включаются эротические моменты. Он в комнате в своей снимает штаны и занимается прелюдиями. Ну, есть у него такое. Главное его оставить там самим собой. Мы как... Мы когда это не первый раз увидели, просто офонарели. А теперь для нас это нормально. зато человек занят и мы отдыхаем. Но у него есть еще такой момент, что он к женщинам тянется. И он очень активно реагирует на меня. Иногда кто-то, допустим, другой керр с ним находится, пусть даже это девочка. Я прохожу, он видит меня и все, он за мной идет. Я иногда от него гоняюсь и когда я с ним один-один бывает очень устой, потому что он может подойти вплотную, он хочет целовать, по попе потрогать. Но такое. Я мы все время я потом ну разные же способы пробуешь коммуникации с людьми. И может быть он там видит в женщинах свою желуду, у него галлюцинации. Как иногда у меня получается его остановить? Я говорю стоп, я говорю держи свои руки при себе я женатая женщина и замужняя. Я говорю моему мужу не понравится. И он сразу такой зависает. Ох и даже ни слов. Ирочка как вы это все вывозите? Честно жаль вас от такой работы такое выгорание будет. Тут с ума сойдешь. Выгорание есть друзья. Все таки уже срок 9 месяцев. Жалеть жалеть наверно меня не стоит. Я сама выбрала эту работу и я до сих пор еще там. Просто это нужно пережить этот момент и не сдаваться искать что-то для себя лучшее. как вывожу с трудом. смотрите я летом начала брать дополнительные смены. Как я рассказывала что я работала день ночь день ночь день 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 я стала заедать. Вот униформа становится меньше по размеру. Потом там наешься после работы наешься. Я не голодная прихожу. Я могу сразу чай попить и без еды спать ложиться. но мне хочется мозг выключить и какой-то кайф словить. Самый простой еда. Но на ночь есть это все лишние килограммы на зубе. И когда ты начинаешь разъедаться то даже в свои выходные дни сложно себя остановить. И когда ты это начинаешь уже видеть что что-то происходит это какой-то звоночек. Работа тяжелая я понимаю но есть перспективы. У меня знакомая начинала точно так же потом продвинулась до самодеятельности и развлечений и сейчас ездит по разным домам помогать проводить праздники. Ей очень нравится во многом водительские права решают. Я думаю с ними больше возможностей. С водительскими правами конечно руки больше развязываются. Но чтобы стать self-employed и заняться такой самодеятельностью ты ты мгновенно не начнешь получать хорошую зарплату у тебя наверняка должен быть английский хороший ты должен соображать что нужно делать чтобы это стало хорошим доходом и искать клиентов поэтому это как бы не для каждого не каждый на этом способен. здорово что есть люди которые могут что-то придумывать свое это потрясающее качество. Отличный рассказ Ирочка практически ничего не упустили просто мужчины еще старушки любят обвинять в сексуальном домогательстве про такое мы тоже слышали а в целом у вас веселый говнодомик с полным набором всех плюшек я нашу профессию называю просто жопомой если кто-то не понимает то объясняют через ассоциативный ряд есть мол домовой водяной жопомой с нетерпением жду продолжения а мы знаете с одной коллегой англичанкой в одной ситуации тоже дали название нашей работе потому что когда ты делаешь персонал снимаешь подгузник там можешь с него что-то выпустить коричневый на пол на нашем этаже ковры и соответственно что-то первым делом пытаешься сделать взять салфетки какие-то с мылом и это затереть и вот мы так с ней сидим там трем минут пять уже десять пошло потому что нормально напачкали мы что-то смеемся шутим шутим на эту тему мы как шит скраббер шит скраббер все это у нас началась истерика на эту тему и теперь мы постоянно это вспоминаем и говорим мы шит скрабберы ну вот да тут уже помой Ирина вы герои очень уважаю я тоже себя за это уважаю потому что потому что я не обесцениваю эту работу и я тоже смогла не первый раз опять уйти в эту сферу есть за что себя ценить хотя у меня был комментарий знаете какой перед режиссером когда я делала выпуск потому что я устроилась меня одна из моих постоянных злобных зрительниц меня просто не любит смотрит все мои выпуски обесценила сказав что я нашла для себя самую там низкосортную работу а она там дипломированный сидит такие комментарии пишет ставит оценки какая работа низкосортная какая нет ты можешь едить кого вот люди вы когда такой пишите обесцениваете труд человеческий вам не стыдно с вашим то высшим образованием если у этих людей что-то случится с родственниками и им нужен будет подобный уход вы будете смотреть на людей как низкосортные вам то есть получается что за их родственниками или друзьями будут ухаживать низкосортные люди потому что это низкосортная работа вы в своем уме такое писать я похоронила эту зрительницу навсегда комментариев больше на канале не будет это просто больные люди на голову вы огромное молодец спасибо спасибо друзья спасибо за видео очень интересное я рада что у меня получается вам рассказывать так что вы досматриваете до конца я же бормот обещала вам будем бормотать 45 минут я думала минут на 20 будет Ирина я ваша коллега из кем-то все верно говорите у нас точно так же один в один а вот интересный вопрос ваши пациенты я уже сказала что у нас не пациенты а резиденты эти люди живут в этом доме все имеют группу инвалидности сколько стоит им это проживание в месяц они все с группой инвалидности потому что альцгеймер деменция галлюцинации что я там что я говорила у нас там паранойи это же диагнозы люди нездоровые они сами полноценно жить не могут одни им нужен присмотр уход все инвалид инвалид это не только руки ноги это и голова да налицо экономия фонда зарплаты штатное расписание не заполнено изматывающий труд экономия фонда зарплаты точно есть у нас на той неделе как я узнала мои коллеги впервые написали в письменном виде претензию которая должна дойти до главного менеджера всего дома который у нас бывает иногда только то есть он там не сидит этот мужчина очень холювный внешне он в жизни не делал персонал кер поэтому представления не иметь что это такое и у нас пожаловались на нехватку людей это у меня моя сеньора две недели назад работала на другом этаже их в общем там было три человека только три человека она говорит я за три смены устала так как никогда здесь за три года не уставала она говорит это просто too much и они решили написать так вот этот вопрос будет рассматривать тот мужчина и мои коллеги не очень уверены что будет от этого какой-то профит замените расстрелом такую работу зачем это все тебе мне нужна денежка я не пойду работать на факторе пикать папить или на кухню куда-то нужно искать как зачем просто сейчас мне нужны деньги я нашла ее слава богу а то полгода искала себе работу в кофейне и палец сосала ну что это такое мне просто хочется посадить вас в чемодан и вернуть в Петербург это приятно так в Петербург если вы меня вернете как я там буду зарабатывать нужно же понимать что я тут большое количество лет прожила в Питере у меня ничего нет и возраст поэтому нужен план друзья давайте делать планы и потом заберите меня куда хотите много сотрудников русских или из СНГ русских никого я единственная поэтому я так смело записываю видео на ютуб хотя сейчас ютуб конечно может делать автоматические субтитры и переводить это на другие языки опасненько меня тут за это тоже один из моих знакомых предупреждал но я не говорю где я работаю имен каких-то я вам рассказываю просто байки а так СНГ вот девочка из Словакии есть а больше из ближайших стран не знаю о две смены по 12 часов не ну ясно что тут как бы люди по 50 часов в неделю работают и не ноют видите вылез человек поныть в комментариях потому что он работает по 50 часов в неделю что тут скажешь не знаю может у вас есть идеи что сказать на такой комментарий мы тут не ноем мы тут бормочем на темы и не ходим по другим аккаунтам не оставляем коричневые какашечные комментарии о том что кто-то ноет и хвастается тем что работает по 50 часов явно человек не очень счастлив обычно счастливые люди либо игнорируют либо пишут что-то адекватное на 7 я откланиваюсь друзья лайкаем лайкаем репостим репостим видео нажимаем на кнопочку спасибо мне будет очень приятно чашечку кофе получить за мой труд жду ваши активные комментарии у меня есть какие-то наброски что делать дальше наверное надо на кухню там с вами переместиться кстати побесить еще каких-то злобных зрителей потому что мне иногда пишут про мой внешний вид что это вообще и вообще ваш рецепт отстой ну да поэтому у них столько просмотров столько лайков и очень клевых комментариев на злобу дня нам что-нибудь приготовить пока-пока пока Субтитры сделал DimaTorzok